Что делать, если врач должным образом не выполняет свои профессиональные обязанности? Как быть, если врач поставил вам неправильный диагноз, выбрал неправильный ход лечения, прописал нити лекарства? Кто будет нести за все это ответственность? Ответы на эти вопросы в нашем следующем ролике. Как наказать врача за врачебную ошибку? В части 1 статья 41 Конституции Российской Федерации закреплено очень важное право для каждого из нас. А именно, каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет средств соответствующего бюджета, страховых взносов и других поступлений. Воспользоваться медицинскими услугами в случае необходимости можно и на платной основе. Однако, ни наличие полиса, ни пользование услугами платной медицины совершенно не дает никаких гарантий того, что качество оказываемой услуги будет на должном уровне. И нет абсолютно никакой уверенности в том, что врач будет лечить вас добросовестно и качественно. Итак, для того, чтобы разобраться в таком непростом вопросе, нужно понимать, что же такое врачебная ошибка, есть ли умысел, какие виды врачебных ошибок выделяют, какую ответственность понесут виновные, какое наказание предусмотрено за совершение такого преступления. Нам стало интересно узнать мнение простых граждан относительно вышеуказанных вопросов. Давайте послушаем. Приходилось ли вам сталкиваться с врачебной халатностью и ошибками? Да. Приходилось. Ну вот, насколько помню, нет. Но я мало хожу причем. А какие виды врачебных ошибок вы можете назвать? Неправильный диагноз. Ну, на примере себя ничего не вспоминаю. А вот, допустим, что-нибудь связано с неправильным диагнозом или неправильным лечением. Неправильный диагноз. А как вы считаете, как наказать врача за врачебную ошибку? Несет ли он ответственность за такое деяние? Каждый конкретный случай надо рассматривать отдельно. Есть врачи, которые делают это из своей некомпетентности, а есть врачи, когда действительно есть такие болезни, которые не сразу можно определить. Не каждый врач, они редкие, может это сделать. Конечно, он несет. Должен нести ответственность за это. Но наказание, конечно, административное сначала, а потом уже более серьезное. Чтоб человек понял и больше не совершал таких ошибок. Я думаю, что ответственность он несет. Но с силой того, что я слышу, сейчас вводят уголовную ответственность, на мой взгляд, это перебор. Это неправильно. А теперь обо всем по порядку. Начнем с понятия «врачебная ошибка». В одном случае определяется как незлоумышленное деяние, в основе которого лежат объективные факторы – неосторожность, невнимательность и недостаточность опыта. В другом случае врачебная ошибка квалифицируется как преступное деяние, совершенное с умыслом. В данном случае причины совершения такого преступления носят уже субъективный характер. Это небрежность при обследовании или проведении медицинских действий, пренебрежение современными медицинскими средствами, постановка неправильного диагноза и т.д. Но стоит отметить, что в обоих случаях закон будет на стороне пострадавшего пациента. Второе. Перейдем к видам врачебных ошибок. Их принято классифицировать в зависимости от того, на какой стадии они были совершены. Наиболее распространенные – это диагностические ошибки, то есть возникающие на этапе диагностики. Это может быть, например, постановка неправильного диагноза, что влечет за собой в дальнейшем неправильно выбранную тактику лечения, а следовательно, закономерное ухудшение состояния пациента. Следующий вид врачебной ошибки – это организационные. Совершаются при недостаточно грамотной организации медицинской помощи. В качестве примера можно привести всем известные крайне печальные случаи несоблюдения сроков выезда кареты скорой помощи. Врачебные ошибки могут быть и фармацевтическими. Это означает, что врач некорректно составил рецепт или же реализовал неподходящие лекарственные средства и препараты. 3. Теперь перейдем к главному, а именно к видам ответственности за врачебные ошибки. За совершение такого достаточно тяжелого преступления предусмотрено сразу несколько видов ответственности. Стоит отметить, что правонарушитель может быть привлечен как к одному виду ответственности, так и сразу к нескольким. Уголовная ответственность. Она предусмотрена сразу несколькими статьями Уголовного кодекса. Часть 2 ст. 118 УК РФ. Причинение тяжкого вреда здоровью вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. Статья 123 УК РФ. Незаконное прерывание беременности лицом, не имеющим высшего медицинского образования, соответствующего профиля. Часть 4 ст. 122 УК РФ. Заражение ВИЧ-инфекцией при ненадлежащем выполнении медицинских услуг. Статья 124 УК РФ. Не оказание медицинской помощи пациенту. Статья 235 УК РФ. Осуществление медицинской или фармацевтической деятельности без соответствующей лицензии. Статья 293 УК РФ. Халатность. Гражданско-правовая ответственность. Гражданский кодекс содержит три статьи, содержащие информацию о выплатах, компенсациях и их размерах, положенных при причинении вреда здоровью. Статья 1085, статья 1086 и 1087 ГК РФ. Дисциплинарная ответственность предусматривает, конечно же, увольнение и запрещение заниматься в течение определенного времени врачебной практикой. И самое главное. Куда обращаться? Как защитить свои права в таком случае? Если вы стали жертвой врачебной ошибки, вы вправе обращаться сразу в несколько организаций и инстанций. Первым делом стоит направить письменное обращение непосредственно в медицинское учреждение, в котором и было совершено правонарушение. Также вы вправе обратиться и в департамент здравоохранения города или Минздрав с обращением, которое можно подать в электронном виде. Если указанные органы увидят в вашем обращении достаточные основания, тогда в отношении медицинского учреждения будет проведена проверка. Не стоит забывать о страховой компании. Подать обращение можно на те медицинские услуги, которые входят в перечень бесплатных для владельцев ОМС. И, конечно же, вы вправе подать исковое заявление в суд. Также вы можете направить жалобу в прокуратуру. Она инициирует возбуждение дела и самостоятельно передаст его в суд. Итак, в этом видео мы постарались разобраться в очень важном вопросе, который касается нашего с вами здоровья. Поняли, как действовать, если врач совершил врачебную ошибку и куда необходимо обращаться. Ну, а на сегодня все. Спасибо за интерес к нашему YouTube-каналу юридической компании Юрвиста. Смотрите наши информационные ролики, ставьте лайки и задавайте свои вопросы. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok